Приветствую вас и для начала позвольте вам сказать так, что ваша жена, она ушла не просто так. И у этого были определенные причины, по которым она ушла. И вот именно по этим причинам нужно в первую очередь поработать с вами. То есть нужно разобраться, почему ваша жена ушла. И вместо того, чтобы горевать и переживать по поводу того, что вы остались один, постараться понять, что вы можете сделать, чтобы ее вернуть. И если вернуть вы ее не можете, то стоит ли это женщина того, чтобы вы о ней так переживали. Что касается ребенка, то ребенок у вас будет. В любом случае, никто не имеет права его у вас забрать. Никто не имеет права запретить вам общаться. Общаться, если вы не нарушали закон, например, и так далее. Так что с ребенком вы общаться будете при желании. Далее. Если мы говорим о том, что вы, например, чувствуете, что ваша жизнь остановилась, то это означает, что вы через чур много своего внимания, через чур много своей энергии давали ей и ребенку, при этом вы забыли о себе. И что является, конечно же, совершенно недопустимым, если мы говорим, опять же, о том, что вам нужно как-то вот двигаться дальше. Поэтому, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод о том, что вы делали своих жену и ребенка, центром своей вселенной, что не было, к сожалению, правильно, с той точки зрения, что вы стали от них чересчур зависимы. И об этом тоже нужно подумать. Почему для вас смысл жизни это только дочь, то есть ваш ребенок, если я не знаю, дочь или сын, и ваша жена. А где вы, где ваш собственный смысл, где ваша личная цель, где ваши личные желания, где ваши собственные стремления, собственные задачи, цели и так далее. Вот об этом тоже нужно подумать. И я полагаю, что работа на личном, называемом личном миру, вы можете осуществлять ее с помощью психологов. Вы можете сами попробовать подумать о том, каковы ваши цели, каковы ваши ценности, каковы ваши идеи, взгляды, и, исходя из этого, уже сформировать свою деятельность и, возможно, даже новый образ жизни. То есть вы принимаете то, что с вами произошло, как опыт и возможность для дальнейшего развития. Я полагаю, что в этом случае вы как можно быстрее выйдете из этого вашего состояния. Но, естественно, без помощи психолога и без анализа той вашей деятельности, которая сейчас имеет место быть, без анализа ваших отношений с женой и без работы лично с вами, вряд ли здесь можно обойтись. Потому что развод – это всегда травма, и то, что вас травмировало, так просто не отпустят. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...